А теперь обо всем подробнее. Самый сильный за последние 50 лет. Таким жители СНТ Метелица назвали пожар, который произошел в их товариществе накануне. Его тушили всю ночь. Некоторые постройки продолжают дымиться. Часть домов сгорели до фундамента, у других осталось всего пару стен. Что стало причиной такого сильного пожара в материале Алептины Сасовой? Отойдите, там уже все бесполезно! Отчаянная попытка спасти хотя бы что-то. Из-за паники люди не сразу поняли, что деревянные дома вспыхнули как спички. А потому вряд ли вообще переживут этот пожар. Постройки горели до самого утра. Даже спустя сутки они продолжают тлеть и дымиться. Местные жители проливают их, чтобы ветер не раздул очередной пожар на месте пепелища. Евгений купил эту дачу с бани еще 10 лет назад. Переезжал сюда вместе с тремя детьми на лето. Отдохнуть от города. А накануне перед пожаром посадил лук и планировал засеять другие грядки. Теперь он разбирает руины собственного дома. Вообще ничего не усырял. Вилы, грабли, железяки только. Все. Жар был нормальный. Ляга алюминиевая расплавилась. Солнце с ней вообще. Лук стоял. Первым загорелся дом Евгения. Он вспыхнул ночью. Мужчина в это время уехал в город, а его соседи уже спали. Проснулись они от яркого зарева за окном и позвонили хозяину. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. От гусака до автомата в этом месте загорелся. Потому что там, видимо, они уже подгорали. Подгорали. Сколько лет уже? Я не проверял уже их. Что я, не электрик? Мужчина держится, а говорит, будет отстраиваться заново. Пока даже не хочет представлять, сколько это выйдет по деньгам. Сейчас он вместе с сыном и соседом пытается огородить участок. Неизвестные уже пытались найти, чем бы поживиться на пепелище. Подошли двое молодых парней. Один стоит здесь на дороге, второй полез, вот там уже шарится. Я говорю, чего вы шаритесь? Что-то еще не затухло ничего. Вы уже полезли шариться. Дом Геннадия Афролыча стоит вплотную к сгоревшему зданию. К счастью, огонь навредил ему не так сильно, как остальным. У него лопнуло несколько окон и поплавились пластиковые панели. Мужчина живет в этом СНТ почти 50 лет. Говорит, такой сильный пожар здесь еще не разгорался. Это первый такой пожар за все, сколько я здесь нахожусь. Сгорал один только домик, все. А вот такой это первый. Огонь полностью уничтожил два дома вместе со всеми постройками. На их месте остался только фундамент до печки. В одном из них жила пара пенсионеров. Вместе с жильем у супругов сгорели все документы. Еще у нескольких домов обгорели стены, но вряд ли их можно будет восстановить. Чуть больше повезло владельцу кирпичного гаража. Внутри постройки уцелело хоть что-то. Кабели, банки и мелкая техника. Помимо домов и других строений, здесь пострадали линии электропередач. Всего сгорело три столба. И рабочие до сих пор восстанавливают людям электроэнергию. Сейчас без электричества здесь сидит около 40 домов. Восстановить сети обещают уже сегодня. А вот на строительство новых домов может уйти несколько лет и не один миллион рублей. Тем более, хозяева не страховали свое жилье. Именно поэтому соседи погорельцев уже занялись организацией сбора средств. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал.